мы очень коротко ешь очень советую я это буду не дать свою булку я тоже прошу перед началом эфир коротко пообщались относительно источников сетевых и выяснилось что про юлия гусмана а теперь не как минимум написано 1 совершенно несуразная вещь что он служил срочную службу вильнюсе не дайте на википедию пока что преображенский если знал про ее существование он бедный в голову так переворачивался это жуткая вещь выгибая так да вот вы считаете вот эти вещи они берутся то есть какая мотивация почему вдруг про гусмана написать что он служил срочную службу и вильнюсе то есть кому это вообще может прийти в голову и зачем есть многое на свете друг гарации если много идиотов друг гарации что даже не снятся они нам но почему прежде значит другим это сам не заглядывал он заканчивал медицинский институт там была военная кафедра он проходил военные сборы в азербайджане как все получил звание офицеры и благополучно был но там по высказке кем был старшим сенатором лейтенантом медицинской службы только чего хорошо а вас так как о каспийскую платье ну вот тут история проще это же правда вот я же вижу и бушлаты тельняшку ну мария зырку отец до войны был я говорил главным тропином каспийского пароходства 22 июня началась война 27 июня он был отправлен начальником госпиталя в город киров но это не так как высшая рядка в районе смоленска и вместе с фронтом отступал до москвы в качестве начальника госпиталя конца лета 43 года он неожиданно для себя совершенно не знаю почему вот так то что рассказывал рассказываю впервые получил вызов и назначение начальника медицинской службы главным терапевтом каспийской флотилии ну его конечно обрадовал что-то его родина там его папа с мамой его любимая жена уже только что то что только что родившийся сын но причину них он не ходатайствовал об этом а что произошло как известно в ноябре сорок третьего года была тегеранская конференция и поезд москва-баку в котором ехал сталин молотов ворошилов и берия прибыл в баку а буквально за несколько недель до этого об этом узнали только два человека об этом знал первый старец каком партии азербайджана тогдашний мир джафар багиров и командующий красновенной каспийской флотилии как старший воинский начальник тот момент и им было поручено сталин одну ночь провел в баку им было поручено обеспечение вот этой ночи сталином баку и отец был выбран в качестве того самого врача который в машине медицинского сопровождения встречал на вокзале этот самый поезд на станции даже станция баку станция насосная под баку и машине было три человека он личный врач сталина еще один врач вот этот кортеж проехал по городу не выходя ни разу из машины поднялся в нагорный парк назывался парк кирова сталин опять-таки там на машину притормозил сталин через окно вместе с провождающим на город уехал ночевать на дачу таймур кулиева тадашего пресса умина так вот именно потому что в тот момент когда это решение о подготовке бак города приезда на ночь верховного главного командующего готова все врачи же бы лучше были на фронте но вот выбор пал на отца как на и он остался уже на космических флотилий и лоббилизовался он только кстати сказать уже в сорок девятом году когда уже мама была мной беременна и хотя его приглашали его товарищи там адмирал адмирал зазуля приглашал его на балтийский флот адмирал олейник предложил его зашал на амурский флотину быть начальником медицинских служб вот и он поскольку не хотел уезжать из баку а мама была но это сказать уже беременна и он может узнать вот луська беременна обнать и начать не может двинуться врачи не разрешают объявили никуда и так он в общем то и в итоге 50 года он дебилизовался естественно вот это и и на всю жизнь сохранил любовь и преданность флоту морякам родной каспийской флотилии и когда встал вопрос куда мне пойти служить срочную службу понятно то там я уже работал в горкоме комсомола и как бы сказать был такой же сложившийся нужно после института после захочется тут иностранных языков то я выбрал естественно каспийскую флотилию и хотя этот год но просить после вуза служил год один из самых интересных и ярких на моей жизни у меня правда служба не очень такая тяжелая бать службы тяжелее но и очень интересная и я значит закончил службу главным корабельной старшиной главный корабельной старшиной курсман пойти из строя это я вот а вот этот бушлат это мне подарили на мой какой-то юбилей размер не могли на размер и дошли до главком военно-морского флота чтобы найти и он сказал гениальную фразу сказал горят моряк нынче мелкий пошел вот это исторический но тем не менее я его продать как-то примирял но так его храню себя здесь